Привет, я Ваня! Я рисую на канале Всякую Всячину и рисую для тебя сегодня на Новый Год. Он уже совсем близко и мы рисуем гуашью сегодня. Объем листя бумаги, дувя кисточками, рисуем классную елку. Рисуй со мной, будем рисовать гуашью. У меня 12 цветов, называется гамма-мультики с таким медведем. Ух, классическая гуашь хорошо смешивается и кладется на бумагу. Берем и проверяем это дело. Возьмем супертолстую кисточку. Если у тебя нет, то рисуй средней кисточкой, тоже будет здорово. Подвигаем, макаем и берем синюю краску. Синюю краску берем вот так вот и вот так рисуем. И раз, нарисовал. А теперь два нарисовал. И теперь-то я хочу закрасить все вот то, что сверху. Примерно так вот. Раз, два, три. Прямо довольно хорошо закрасить, потому что я хочу сделать Новый Год. Елка у меня будет в лесу и она такая будет на темно-синем небе. Я так стараюсь, конечно, закрасить, но так средне закрашиваю. Видишь, у меня то больше краски, то меньше. Я думаю, если у тебя не очень толстая бумага, то ты больше воды не добавляй. Поменьше воды добавляй, чтобы твой листик не расклеился совсем-совсем и не разорвался. Я тоже рисую всегда на простых листах бумаги, так как у тебя всегда такие есть. Я всегда выбираю самые простые, самые доступные краски и кисточки и бумагу тоже. Вот синий мы нарисовали и получилось здорово. Все просто. Вот так я размазывал, по-сухому можно сказать. Все. Больше синего нам почти не понадобится. Теперь елочку будем рисовать. Смываем кисточку и смыли кисточку. И она немножко голубая, знаешь, осталась. Чуть-чуть голубая, да? Нет, ничего. Мы этим голубым тоже можем использовать. Нарисовать чуть-чуть снега голубого. Вот тут снег. Он совсем еле-еле виден, но это очень прикольно, когда ты учишься рисовать и добавляешь то много краски, то совсем немножко. И вот здесь мы совсем немножко добавили голубой краски и размыли ее водой. То же самое здесь много, а здесь мало. Даже на Новый год мы учимся рисовать. Смываем кисточку и больше нам толстая кисточка не понадобится. Теперь у нас средняя кисточка. Средней кисточкой мы нарисуем ствол. Вот так. Снизу вверх я обычно рисую. Снизу вверх. Еще раз коричневый цвет. Снизу вверх. Снизу вверх. И, видишь, он снизу толстенький, а сверху тоненький. И до конца мы не будем доводить, потому что здесь-то у нас елка будет. Мы это будем сейчас зелень рисовать. Смываем кисточку очень тщательно, очень тщательно. Прям чисто-чисто, чистая, чистая кисточка. И теперь-то берем зеленый цвет. И, наконец-то, дошло у нас до елки. Смотри, елка отсюда будет начинаться примерно. И она так вниз. Так раз идет, два идет. Видно? Так здорово. Теперь раз идет, два идет. И мы таких штук восемь нарисуем. Раз идет, два идет. И такие вот прикольные прям, я думаю, что это такие как пальцы, что ли. Ну, такие пальцы, руки, ветки. Такие зеленые, зеленые, длинные, длинные. А на каждом будет у нас шарик. Красивый шарик будет. Вот мы так рисуем. Вот у нас так получается. Все просто, не сложно, совсем просто. И вот так несколько раз мы провели. И ты видишь, какая у нас кроющая краска. Гуашь называется. Она хорошо прокрывает коричневый цвет и синий цвет. Хорошо, ярко видна. Что важно для гуаши. Смываем кисточку. Больше зеленая краска нам не понадобится. Теперь нам понадобится красная, желтая, синяя краска. Смываем краску. Берем сначала желтую, самую светлую краску. Всегда берем желтую, желтую краску. И вот так раз мазнули. Ой, красиво. А теперь раз здесь мазнули. У-у-у, красиво. А теперь я хочу еще два или три желтых сделать. Еще, может, оранжевые. Нет, давай еще оранжевые сделаем. Вот здесь оранжевые сделаем. У-у, какой красивый. А здесь еще один оранжевый. У-у-у. О-хо-хо-хо-хо. Красота. Теперь я хочу красный взять. Красный. Возьмем красную краску. И вот здесь нарисуем красный. И здесь нарисуем красный. Яркий-яркий. А этой красной же краской нарисуем звездочку. Такую звездочку. В разные стороны расходятся ее лучи. Пятиконечная звездочка. Я ее в детстве такую вешал. Я очень радовался, когда она загоралась. Это было так красиво смотреть. И ждать подарки, конечно же. Я надеюсь, что подарки уже загадал. Но чтобы быть совсем классным мальчиком или девочкой, стоит нарисовать елку. И как раз я тебе в этом не помогаю. Берем теперь фиолетовый цвет. И последний рисунок, последние шары будут фиолетовые. Я думаю, это прикольно. Но их не очень хорошо видно. Они такие темные, почти черные. Давай смоем кисточку еще раз. И возьмем немножко розового. И добавим в этот же фиолетовый цвет. Немножко розового. Потом макнем белым. И чуть-чуть белого. О, это уже покрасивее становится. И даже очень красиво. Смываем кисточку. Больше она нам не понадобится. Теперь нам понадобится тоненькая кисточка, чтобы нарисовать много снежинок. Да, сегодня мы с ней рисуем еще помимо того, что елку уже нарисовали. Уже в Новый год уже все наступило. Но все-таки много-много снежинок. Кисточку смой хорошо, чтобы она была чистая. Беребелила. И делай тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Много тык-тык-тык сегодня надо будет сделать. И эти тык-тык-тык делай не ровненькие. Не одного размера. А где-то большие, где-то маленькие. Где-то тык-тык-тык маленькие. Где-то тык-тык-тык большие. Это снежинки. Они капают. Они летят вниз, сверху вниз. И радуют нас. Вот такой у нас новогодний рисунок. Я с удовольствием нарисовал для тебя его. Я его прям рисую и радуюсь. Когда мало снега и у тебя немножко печально на душе, ты всегда нарисуешь что-нибудь такое веселое. И у тебя появится веселое настроение. А внизу я нарисую немножко синим. Немножко синие. Те же самые точечки, только синие. И тоже Новый год продолжается и здесь. Вот такой рисунок у нас получился. За 5 минут нарисовали с тобой классную елку. Если ты не успеваешь, то ставь на паузу. Я стараюсь медленно рисовать и ничего сложного не делаю. Всего лишь раскрасил, раскрасил ствол, много веток, несколько точек и белые точечки снежинки. Все. Зову тебя в Инстаграм. Рыбакит.пап рисует легко найти, поучаствовать в моих конкурсах. Сделай свой сториз. Напиши рыбакит собачка рыбакит 3, чтобы я увидел и поставил тебе лайк. Я тебя похвалю, тебе понравится. И ты захочешь еще что-то нарисовать. А так, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, много красок. Чтобы они всегда закончены у тебя были. Кончались всегда. Чтобы ты всегда думал, хорошо бы еще новые краски раздобыть, чтобы еще нарисовать елочек. Все. Пока. Пока.